Мне даже слезы хватали, как к своему родному дитя относиться. Выгнал из дома, часть вещей выбросил в мусорку, а другую пришлось забирать силой. Шесть лет назад муж Натальи лишил ее и грудного ребенка дома. Причем не просто выгнал жену и родную дочь, маленькую Машу он выписал из квартиры. В деревне было, то есть уехала в гости и получилось, что нас выписали. Без суда, без ничего. Оставался отец здесь с бабушкой. Они быстро документы переоформили, продали дом после выписки. Сама Наталья в квартире прописана не была, да и не нужны ей были эти квадраты. А вот то, что заставили бомжевать ее дочу, которую диагноз ЗЦП считает кощунством. Женщина обращалась и в прокуратуру, и к уполномоченному по правам ребенка. Но везде ответ один. Несовершеннолетнюю дочь выписали по закону, на основании подписи обоих родителей. Правда, Наталья уверена, что ее подпись муж подделал. Юристы советуют женщине обратиться в суд. Уже в процессе судебного заседания будет назначена судебная экспертиза, которая отдаст заключение о неправильности документа или поддельности подписи. А в случае, если данный документ был неправильно именно принят органами власти, то есть не была проверена, например, подлинность человека, подписавшего или еще как-то, то необходимо будет поставить вопрос о привлечении данных органов власти к ответственности. Сейчас Наталья и ее дочь живут в Локтевском районе и регулярно приезжают в Барнаул. Девочка здесь лечится. Одинокая мама признается, денег катастрофически не хватает. Поэтому больше всего они мечтают о доме в городе. Ведь в селе нет спецшколы для детей с таким диагнозом. Маше в этом году идти в первый класс. Валентина Аскерова, Александр Атрупов, Николай Шилко. День с толком.